Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Сегодня вы увидите… Не прошли. Футбольный клуб «Рязань» не смог преодолеть кубковый барьер в лице Саранской Мордовии. Наконец-то Федерация всестилевого карата России получила официальное признание. Первенство мира по кикбоксингу. Рязанские спортсмены не подкачали. Кросснация – это самый массовый спортивный праздник в нашем регионе. И на нынешний старт также вышли многие сотни любителей бега. О том, как прошел этот забег, смотрите далее. На старт всероссийского легкоатлетического забега «Кросснация-2014» вышли более 5000 человек. Среди них были как профессиональные спортсмены, так и просто любители бега и здорового образа жизни. Маршрут трехкилометрового забега пролегал через центральную улицу Рязани, Соборную, площадь Ленина, улицу Маяковского, Свободы и завершался кросс на площади Соборной, где у подножия памятника Олегу Рязанскому была расположена финишная черта. Победителем «Кросснация-2014» среди мужчин стал студент Академии ФСИН Алексей Григорьев, а победительницей среди девушек – серебряный призер чемпионата Европы по бегу с препятствиями Екатерина Досейкина. Кстати, легкоатлетический забег «Кросснация» считается самым массовым летним спортивным мероприятием в регионе. И он отлично соответствует лозунгу «Главное не победа, а участие». Почему ты сегодня участвовала в «Кросснации»? Почему тебя так заставили или сама пришла? Сама? Это интересно. Просто захотела принять участие в таком глобальном соревновании. Как бы интересно, свои силы попробовать. Ну, во-первых, от школы нас позвали, для самих сам проверил, смогу ли я пробежать 3 километра или нет. Получилось нормально. Конечно, не первое место, даже не сотый, но себя проверил. Ну, то есть выносливость свою проверил, доволен собой, ничего не болит. Все хорошо. Все нормально. Насколько тяжело это было? И прежде всего, почему ты решил поучаствовать в «Кросснации»? С одной стороны, физически, конечно, тяжело, но с другой стороны, получаешь моральное удовлетворение от атмосферы, которая здесь находится. Это атмосфера праздника, какое-то единение людей. Физически немножко сложновато, но приходится себя раскладывать по дистанции, что называется. Чтобы на финише, как бы, ну, где-то какой-то, какую-то долику сил оставить, ну, чтобы финишировать, можно сказать так, спортовать. Пробежать почему вышел? Проверить выносливость, проверить себя физически просто, скажешь, или как бы проверить, ну, что я готов вот так вот? Ну, скорее, какой-то вызов для себя. На финише смотрели, вот парень, которого выиграл, он прямо упал, и встать даже ему помогали. Вот вы нормально пробежали? Да, нормально себя чувствуем, ничего не болит, даже когда бежали, ничего не болело. Получаю удовольствие, заряд бодрости в жизни, трудностей много, и справляешься вот посредством бега, но главное – это здоровье. Проверить свою выносливость на дистанцию вышли работники государственных структур, регионального правительства, областной и городской думы, ректора ведущих рязанских вузов. Первым к финишу в этом забеге пришел ректор медицинского университета Роман Калинин. В общем, физкультурно-спортивный праздник «Роснация-2014» удался на славу. И пусть не все участники показали высокие результаты, но ведь важно другое – благодаря именно таким массовым стартам бизанская молодежь приобщается к спорту, и многие ребята уверенно становятся на путь правильного и здорового образа жизни. На этой неделе большим футбольным событием стал матч розыгрыша 1-16 Кубка России между футбольным клубом Рязани и клубом Премьер-лиги Саранской Мордовии. Подробности далее. Рязанские футболисты вышли в основную сетку розыгрыша Кубка страны, то есть в 1-16 финала во второй раз подряд в своей истории. Игра с Саранской Мордовией получилась боевой. Правда, состав гостей претерпел ряд изменений. Главный тренер саранской команды Юрий Павлович Семин дал отдохнуть ряду лидеров. Атмосфера на матче стояла радостная. Болельщики раскупили все билеты еще за несколько дней до матча. На стадионе было более 6 тысяч человек. Начало матча ознаменовалось давлением рязанских футболистов под неумолкаемый рех «Вперед, Рязань!». Рязанские футболисты зарядились такой поддержкой и буквально с первых секунд организовали навал на ворота Мордовии. И в дебюте встречи дальним ударом метров с 30 Вячеслав Данилин отправил мяч за шиворот вратарем. Антон Коченков был бессилен. Дальше хозяева не остановились, а продолжили играть в свою игру. Футболисты Мордовии, несмотря даже на советы своего многоопытного тренера Юлия Семина, напротив, не могли организовать ничего конструктивного в атаке. Однако от своих ворот игру все же они сумели отодвинуть. Начиная с середины первого тайма, все же стала ощущаться разница в классе. Саранские футболисты стали подходить ближе к воротам рязанской команды. И в концовке тайма Мордовия отыгралась. После навеса с левого фланга мяч на отскоке подобрал Руслан Мухамедшин и ударом в падение пробил Виталия Яковлева. Гол, как говорится, получился в раздевалку. После перерыва игра заметно успокоилась и в целом проходила в равной и обоюдосторонней борьбе. Рязанские футболисты приберегли силы на концовку. В последнюю десятиминутку наши футболисты организовали, пожалуй, сразу два голевых момента. Однако усталость не позволила их реализовать. А развязка матча наступила уже в добавленное арбитром дополнительное время. Казалось, что команды уже приготовились играть еще два дополнительных тайма. Однако после подачи штрафного с правого фланга Виктор Васин отправил мяч в сетку ворот рязанской команды. Едва хозяева начали с центра поля, прозвучал финальный свисток. На послематчевой пресс-конференции тренеры оценили игру своих команд. Мы сами видели, как прошла. Но если кратко, наверное, скажу так, да, игрой доволен. Но результатами, естественно, хотелось бы. Тем более ход игры складывался так, что мы забили первое, хороший гол забили. Ну, потом уже правый момент и там, и там были. Игра такая боевая, кубковая. Но не повезло нам немножко, скажем так. Наверное, все-таки победились наши заслуженные. Так что результат, конечно, горчил. А по игре никаких претензий к ребятам. Сыграли как смогли. Конечно, видно было, что команда выше класса. Но когда кубковая, когда все это зависит от одной игры, здесь уже немножко другие качества. А в этом плане ребята, молодцы, все отдались полностью. Игры кубковые всегда проходят очень напряженно. Мне стало исключением Эйд. И эта игра. Исход решил хорошо поданный штрафной. Игра в воздухе Власова. Поэтому мы идем дальше. Мы довольны результатом. Сегодня много игроков играло, те, которые в предыдущий матч не играли. У нас тоже хорошая информация. А Рязань. Удачи. И хорошую игру показали. Приятно, что полный стадион болельщиков. Тоже очень приятно. Поэтому, наверное, игроки играли с таким желанием. Болельщик еще долго не отпускали тренера Саранской Мордовии Юрия Семина. Многие пытались сфотографироваться с легендой тренерского цеха. Другие же брали автограф. Рязанские футболисты продемонстрировали хорошую игру и подтвердили свой уровень. Все-таки дважды подряд пробиться в 1-16 Кубка России – это для клуба 2-го дивизиона высокое достижение. По-настоящему знаменательным и всероссийским событием в сфере восточных единоборств стало образование Национальной Федерации Всестилевого Карате. На исторической конференции присутствовал и рязанский мастер-сенсей Рамиль Сакаев. В начале сентября в Министерстве спорта России прошла комиссия по признанию новых видов спорта и спортивных дисциплин. Руководил комиссией заместитель министра Павел Колобков. Высокое собрание приняло решение внести действующую ныне Федерацию Всестилевого Карате во второй раздел Всероссийского реестра видов спорта. Термин бюрократический, но на самом деле каратисты приняли это на ура. Второй раздел – это право на получение государственной аккредитации и проведение турниров рангом чемпионата России. Да, в принципе, наконец-таки, что у нас в России такое случилось. Здесь нашлись люди в Москве, которые набрали себе мужество объединиться, потому что чаще всего мы в регионах страдаем от того, что они в Москве не могут договориться. Такое случилось. Создавалась Сестилевая Федерация Карате России, которую поддержал и Олимпийский комитет, который поддержал и Министерство спорта Российской Федерации, что было показано в приветственных письмах и телеграммах. Был проведен турнир по множеству стилям, где, в принципе, мы и принимали участие. Ну, я ездил как делегат, ну и как судья. Новая Федерация сразу приступила к делу, а именно к разработке положения о судьях, о квалификации и формированию календаря соревнований. А поскольку рязанцы отныне имеют в ней своего представителя, то уже на ближайших региональных и городских соревнованиях будут обкатываться новые правила их проведения. Надеюсь, что вот эта вот и централизация, и то, что произошло в Москве, в том числе и в Анапе, она позволит нам более так идти в правильном русле и развивать каратэ более так профессионально. Не сами по себе, а уже с участием государства. В нашем материале мы использовали видео, снятые на соревнованиях самых юных каратистов. Это не случайно, ведь наш город пока единственный в России, где тренеры начинают работать с малышами каратэ. Это наше рязанское возрастное ноу-хау, и его сейчас активно принимают столичные преподаватели каратэ. Важным фактором государственного признания Федерации всестилевого каратэ станет также официально признанная система присвоения рангов и поясов. Это будет огромной мотивацией к занятиям самым распространенным в мире боевым искусством именно для молодых спортсменов. Теперь на заработанный в бою пояс никто не посмотрит снисходительно, дескать, все это фикция. Так что дерзайте, а поскольку в Рязани немало очень перспективных юных каратистов, как ребят, так и девчонок, то наверняка новые медали в копилке областного спорта появятся очень скоро. От восточных боевых искусств перейдем к европейским. 6 по 14 сентября в Италии состоялось первенство мира по кикбоксингу. На этих соревнованиях в городе Ремини участвовали и рязанские спортсмены, которые вернулись оттуда с богатым медальным уловом. Рязанские кикбоксеры из спортшколы «Золотые купола» на первенстве мира в Италии завоевали 6 медалей. 2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую награду. В этом турнире участвовали более полутора тысяч спортсменов из 56 стран мира. Победителем среди юношей в категории 45 килограммов стал Илья Коновеев. Илья занимается кикбоксингом уже около 4 лет, но за это время стал победителем и призером многих всероссийских и международных турниров. Кикбоксинг нравится тем, что, ну, своей вот работой, тем, что я могу ходить на тренировки 6 раз в неделю и регулярно тренироваться, набираться опыта. Ну, то есть вот ты связываешь как бы свою жизнь вот со спортивной составляющей или вот как бы для себя занимаешься, вот ради чего ты вот это делаешь? Нет, я связываюсь со спортивной деятельностью. Я хочу связать свою жизнь со спортом, с кикбоксингом. Любовь Сосенкова также стала победительницей первенства мира. Любовь пришла на секцию поначалу для обучения приемов самообороны, но затем стала заниматься кикбоксингом. Пошли и результаты. Я думаю, что девушки обязаны идти в спорт, потому что привлекает внимание к этому виду спорта. Потому что вот кикбоксинг, когда только начинал развиваться в Рязани, то есть в нем вообще спортсменов было очень мало. И после того, как туда пришли девушки, вот идет по улице девушка в костюме, там сборная команда России по кикбоксингу, к ней все подходят и спрашивают, как, что, как. И идут, ну, благодаря этому примеру, идут вниматься кикбоксингом. В России кикбоксинг стал развиваться в конце 80-х годов, когда была организована профильная федерация. До распада Союза успели провести пару чемпионатов страны. В 91-м году было рождение кикбоксинга. Практически мы с первого же дня начали культивировать этот вид спорта в Рязани и Рязанской области. Уже на тот момент мы завоевали очень много наград, титулов. Андрей Чурилов в 93-м году стал нашим первым рязанским чемпионом мира в Будапеште. Сергей Канунников, Дмитрий Яковлев, то есть там целая плеяда спортсменов была. Потом был у нас небольшой спад или перерыв, можно как угодно сказать. И второе рождение или возрождение произошло в 2006-м году. Сейчас кикбоксинг признан Олимпийским комитетом как вид спорта. Однако, как говорят тренеры, он вряд ли когда-нибудь войдет в программу основных игр. Несмотря на это, кикбоксинг всегда будет оставаться зрелищным и популярным видом спорта. И на этом на сегодня все. Всего вам самого отличного. И пусть всегда открывается второе дыхание.